Осенью в большую часть поселений Пёшского куста придёт быстрый интернет. Специалисты Ненинской компании электросвязи приступили к завершающему этапу, оборудуя точку передачи сигнала между Снопой и Нижней Пёшей. На объекте побывала и наша съёмочная группа. Чуть больше часа в небе и винтокрылая машина приземляется в местечке Грабежное. Это около 30 километров от Нижней Пёши. Здесь точка, где устанавливают промежуточную станцию, которая будет принимать радиорелейные сигналы СНОПы и передавать его в Нижнюю Пёшу. Высота этой мачты около 30 метров. Её сотрудники Ненинской компании электросвязи возвели всего за несколько недель в апреле этого года, когда приступили к первому этапу реализации масштабного проекта. Возводили объект в спартанских условиях. Апрельские метели, ветра и сильные морозы будто проверяли на прочность намерения связистов. Тем не менее, за три недели удалось установить антенномачтовое сооружение, опоры для оборудования альтернативной энергетики. Кроме того, вместо привычного контейнера под станцию вмонтировали так называемый кессон. Его обычно используют для создания погребов. Обеспечивать работу станции будут шесть солнечных батарей и ветрогенератор. Их установкой специалисты Ненинской компании электросвязи займутся в ближайшие две недели. Жители Пёши в тестовом режиме, я думаю, что должны почувствовать это в середине августа. То есть мы планируем здесь работы выполнить за две недели. И в середине августа, я думаю, что будем пытаться в тестовом режиме запускать именно Пёшу. То есть давать улучшенные сервисы, интернет в первую очередь. Людям всем нужен интернет. В основную работу станцию планируют запустить в сентябре. Именно тогда жители так называемого Пёшского куста смогут в полной мере оценить качество интернета. Ведь сейчас в селе сигнал подается через спутниковый канал. Максимальная возможная скорость – 5 мегабит. Как показала практика, для арктической территории подобный метод – один из самых эффективных и быстрых. По аналогии с Пёшской линией, связисты планируют построить промежуточные станции для канала Индига-Нарьинмар. По той аналогии, которую мы строим в Нижнюю Пёшу, мы планируем сейчас проще просто прийти с Нарьинмара сюда. Потому что расстояние поменьше и земля другая, ну, с точки зрения строительства. Потому что переходить от Пёши в Индигу, там есть сложности с каменной грядой тиманской. Поэтому есть свои проблемы. Пока идём по наработанной технологии. В ходе поездки связисты осмотрели предполагаемые точки для размещения промежуточных станций передачи сигнала. Ну а зимой планируют приступить к непосредственному строительству объектов.